И снова здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас заканчивается 4 апреля и наш вечерний традиционный обзор событий на фронтах украинской войны. Ну, начинаем теперь же традиционно с севера. В целом российские войска уже покинули территорию Черниговской, Сумской области. Возможно, Сумской еще не все покинули, но все идет к тому, что сегодня, максимум завтра, они полностью оставят эти территории. И далее полностью перебрасывают свои войска на Харьковское и Изюмское направление. И на Харьковском, как я сказал, утром направлении продолжаются в районе Дергачей артиллерийские обстрелы украинских позиций, пока никто в атаку не идет. Ситуация выглядит примерно так. По Изюмскому направлению тоже пока никто сегодня в атаке никакие не ходит. Артиллерия работает, авиация работает, разбиваются украинские позиции и все готовится к тому, что через несколько дней здесь произойдут очень важные события, к которым в том числе готовятся и с противоположной стороны объявлена эвакуация Лозовой. Официально не объявлена эвакуация Славянска-Краматорска, но государственные учреждения уже покинули. Объявлена эвакуация Покровска. Это в первую очередь вызвано не только подготовкой российских больших группировок с севера России к окружению Донбасского фронта, но и в какой-то степени в связи с успехами российских и донецких войск на Горловском направлении. Сегодня утром, как я говорил, пришло сообщение о том, что Новобахмутовка полностью под контролем народной милиции ДНР российских войск, а к вечеру пришли сообщение о том, что они продвинулись и дальше на север в район так называемого Донецкого Нью-Йорка. То есть плацдарм постепенно расширяется в ширину и в глубину, и в целом можно уже говорить о каком-то серьезном оперативном прорыве. Причем самое примечательное, что вот именно сегодня, последние сутки показали, что оборона на этом участке начинает продавливаться и поддаваться. Перед этим несколько дней, несмотря на очень серьезную артиллерийскую поддержку и авиационную поддержку, войска Российской Федерации и народной милиции все-таки продвигались очень слабо. А вот сегодня наметились гораздо более значимые успехи и поглядим, что будет через день-два. Тем более, что скорее всего через день-два начнется наступление и в районе между Гуляйполем и Великой Новоселокой, и командование ВСУ ожидает это и так из дня на день. Но самые важные новости сегодня идут из Мариуполя. Приходят сообщения о том, что массово сдаются в плен уже солдаты мариупольского гарнизона. Нет, не азовцы, а солдаты ВСУ, 36-й бригады морской пехоты. А еще вечером пришло сообщение о том, что началась атака войск Российской Федерации и народной милиции ДНР на Южный Приморский район. И если эта атака увенчается успехом и этот район будет зачищен, то останется только взять азовсталь. Последний оплот азовцев. Ну, в целом, эти сражения уже не сильно влияют на обстановку на остальных фронтах. Дело в том, что большая часть уже сил, которые принимали участие в штурме Мариуполя, они уже переброшены на север и через несколько дней уже должны принять участие в наступлении на север. Ну и также приходят сообщения о локальных местных боях в районе Николаева-Херсона. Тактика российских войск не идти вперед пехотными и танковыми подразделениями. Обработка идет артиллерией. И после того, как части противника теряют боеспособность, этот населенный пункт занимается. И таким образом, российские войска уже вновь вышли на границу Николаевской и Херсонской областей. И сегодня местный гарнизон в Николаеве, как и в Харькове, с ужасом ожидают штурма. Причем, харьковские ВСУшники говорят о том, что Харькову готовлена участь нового Мариуполя, а николаевцы очень серьезно потрепаны в предыдущих боях, а также обстрелах российскими ракетами. А еще хотел бы сказать, что за последних несколько дней мобильность ВСУ заметно ослабла. Дело в том, что российская авиация и ракеты нанесли удары по нескольким главным нефтебазам страны в центре и на юге, а еще по менее важным, но находящимся на Донбассе. А еще несколько дней назад, напомню, были нанесены удары по узловым станциям, через которые можно перевозить технику на Донбасс. Это Лозовая, это Синельниково и это Павлоград. То есть российская авиация обозначила то, что никакого серьезного маневра те силы, которые уже сосредоточены в этом регионе, произвести не могут. В общем, в целом можно оценить эту ситуацию как затишье перед бурей. И очень похоже, что эта самая буря уже должна грянуть через несколько дней. На этом по этой теме на пока все. До свидания и до завтра.